В Театро dell'Opera di Roma, знаменитой римской опере, идут последние приготовления к необычной премьере. Современный итальянский композитор Лука Ломбарди написал комическую оперу по пьесе советского драматурга Евгения Шварца «Голый король». Дирижер спектакля Энрике Маццоло, совсем недавно с огромным успехом выступавший в Москве с Национальным симфоническим оркестром и Оркестром Большого театра, а поставил «Голого короля» в Риме московский режиссер Дмитрий Бертман, создатель и художественный руководитель «Геликон-Опера». Композитор Лука Ломбарди говорит, что спектакли Дмитрия Бертмана ему нравятся очень давно. Он полон идей, и это тот режиссер, которого я искал много-много лет. Экспериментальный спектакль идет на малой сцене римской оперы, здании Театра Национала. В основе новой оперы, в мотивах сказок Андерсона «Свинопас», «Принцесса на горошине» и «Новое платье короля». Вот «Свинопас» со своим другом Габалу ухаживает за свинками и мечтает о принцессе. Она, как всегда, явится откуда-то с небес, с театральной галерки. Принцессу поет Соня Висентин. Принцессу поет Соня Висентин. В партии «Свинопаса» поп-певец Элио. Это один из сюрпризов спектакля. Партия написана специально для популярного у молодежи Элио. Принцессу поет Соня Висентин. В этом спектакле много смешных приколов. Полна парадоксов и юмора музыка Луки Ломбарди. «Парадоксов и юмора музыка Ломбарди». «Парадоксов и юмора музыка Ломбарди». Этот спектакль динамичный. В нем, как и положено Виталии, есть накаленные народные сцены. Но вот прозорливый мальчик сообщит толпе, что король голый и спала пелена. Король посрамлен, народ с облегчением сбрасывает ярмо, а принцесса наконец-то может соединиться со своим свинопасом узами любви. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. Спасибо.